Салават Еще одно утро у Салаватского военкомата ознаменовалось торжественными проводами воинов-добровольцев. Наши земляки делом подтверждают звание защитника Отечества. На этот раз добровольческие батальоны пополнят 40 бойцов. У военкомата многолюдно и оживленно. Город провожает нарадный подвиг воинов-добровольцев. 40 салаватских мужчин подписали контракт и вскоре отправятся на фронт специальной военной операции. Перед отъездом на путствие от представителей руководства города, военного комиссариата и священнослужителей. И все воинство, ангелов будут на вашей стороне. С Богом возвращайтесь домой с победой и живыми. Аминь. Они по-мужски немногословны, сдержаны. И главное, от них исходит непоколебимая уверенность в себе. Эту уверенность добровольцам придает и значимость принятого решения. Уважаемые мужчины, отцы, сыновья, братья и внуки, вам есть что защищать. У вас очень важная миссия – сберечь вашу родину, ваши семьи, ваших детей, родителей, которые вас будут здесь ждать и молиться на вас. Желаю вам терпения, сил в этой нелегкой задаче, надежных сослуживцев и честных и грамотных командиров. Эти мужчины разного возраста, разного рода деятельности. Однако их всех объединяет стремление исполнить долг перед Родиной и собственной совестью. Бойцы пополнят ряды новых добровольческих батальонов Башкортостана. Зуфья Суургулова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават». Ну что же, сразу к вопросам. Куда можно обратиться по вопросу службы по контракту? Военный комиссариат города Салават, республики Башкортостан, сейчас проводит отбор на военную службу по контракту в войсковые части Министерства обороны, добровольческие батальоны имени Северной Амуры, имени Даяна Мурзина, имени Шеймуратова, имени Достовалова. А какие требования для поступающего на такую военную службу? На военную службу принимаются граждане от 18 лет до 60, имеющие боевой опыт, опыт военной службы по контракту, по призыву, не имеющие опыта военной службы, не служившие, принявшие решение заключить контракт на военную службу от 6 месяцев до 5 лет. И способные выполнить минимальные требования в упражнениях на выносливость, быстроту, силу. А какие документы надо иметь при себе в этом случае? Это паспорт, военный билет, свидетельства о браке, о рождении несовершеннолетних детей, ИНН, медицинские документы. Ну, естественно, мы не можем поговорить о тех выплатах, которые предназначены для участников СВО. Граждане, которые заключают контракт на военную службу, проходят боевое слаживание в учебном центре, где они получают денежное удовольствие от 30 до 45 тысяч рублей в месяц, в зависимости от выслуги лет и звания. При заключении контракта на один год и более им положено пособие подъемное 195 тысяч рублей. Еще одно единовременное региональное пособие полагается от Республики Башкортостан в размере от 100 тысяч рублей. В зоне военной операции военнослужащие получают от 170 тысяч рублей до 200 тысяч рублей в зависимости от воинского звания, от воинской должности и выслуги лет. От 50 тысяч рублей до миллиона рублей полагается за уничтожение или захват военной техники противника. 8 тысяч рублей – это ежедневная выплата за участие в активных наступательных действиях. И 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. Какие гарантии и льготы предусмотрены для участников СВО? Ну, это обеспечение вещевым имуществом, обмундированием, бесплатное трехразовое питание, двухнедельный оплачиваемый отпуск в течение полугода, целевой жилищный займ на приобретение жилья через накопительную ипотечную систему, право на пенсию после 20 лет службы и статус ветерана боевых действий. Ну, естественно, не можем сказать или спросить о поддержке для семей военнослужащих СВО. Ну, это, конечно же, бюджетные места для обучения детей в военноучебных заведениях, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях, кредитные и налоговые каникулы, социальная программа по реабилитации и адаптации, куда входят трудоустройства и предоставление жилья. Также страховые выплаты при ранении, травме или гибели военнослужащего. Светлана Борисовна, ну, вроде бы все на все вопросы ответили, может быть, чего-то забыли. Да, хотела бы сказать, что военнослужащий по контракту – это добровольный защитник Родины. И если вы молодые, сильные, если вы отважные, думаете о будущем и считаете своим долгом служить Родине, тогда ваша служба по контракту – это ваш выбор. Мы гарантируем высокое денежное удовольствие, решение жилищных вопросов, надежное будущее для вашей семьи, право на льготную пенсию после 20 лет службы. О всех вопросах, которые у вас возникают по военной службе, по контракту, можете обратиться в военкомат города Салават по адресу Уфимская, 25, или в пункт по отбору граждан на военную службу в городе Уфе, улица Революционная, 156, телефон 8347-248-29-31. Ждем ваших заявлений на службу по контракту. Спасибо, Светлана Борисовна. Да, пожалуйста. На этой неделе, 26 апреля, 37 лет одной из крупнейших техногенных катастроф по масштабам и последствиям в истории человечества – на Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв на 4-м энергоблоке АЭС произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. В Салавате в этот день прошли памятные митинги, встречи с ликвидаторами, которых с каждым годом становится все меньше. Не одна жизнь у нас оборвалась, поэтому вспоминаем мы сегодня живых, вспоминаем тех, кто ушел с нашей организации. Низкий поклон вдовам всем самого наилучшего. В постановлении председателя российской организации «Союз Чернобыль» Гришином Вячеславом Михайловичем сказано о том, что, посмотрите, пожалуйста, ветераны нашей Великой Отечественной войны спасли мир от фашизма, от фашистской угрозы. А вы, уважаемые ликвидаторы, спасли мир от традиционной катастрофы. Низкий поклон. Всем всего самого наилучшего. Здоровья вам, вашим семьям. А в историко-краеведческом музее состоялся урок мужества с участием ликвидаторов аварии на атомной электростанции. Салаватским школьникам и студентам рассказали страницы истории, поведали факты и познакомили с очевидцами. 26 апреля исполняется 37 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом страшном дне и сегодня идет много разговоров и споров. Очевидцы вспоминают о нем с содроганием. В канун праздника свидетели, ликвидаторы аварии, собрались вместе, чтобы почтить память ушедших, вспомнить о событиях минувших лет, да и просто вновь увидиться. Чернобыльцы и участники техногенных катастроф очень активны. Пожалуйста, собрания, митинги, вечера памяти, городские мероприятия. Поэтому о каждом можно сказать, что он герой, что он участник. И ехали, естественно, туда. Посмотрите, пожалуйста, не за деньгами. Правда ведь, как иногда есть такое существует мнение. А для того, чтобы спасти мир, и не зная даже, может быть, научные данные, будет он получен дозу радиации, будет он жить, будет он нет. Поэтому наши салаватские, башкистские участники, я считаю, что тоже, в принципе, герои. 200 человек было направлено на ликвидацию последствий аварии. Сегодня из живых осталось только 50. Эти люди – живая история. Только они могут поведать невыдуманные факты. Поделиться с нынешним поколением всем тем, что вряд ли напишут в учебниках. Мне на работу позвонили с отдел кадров и сообщили, что меня вызывают в военкомат. В этот же день после обеда поехал в военкомат. Там нас всех в красном уголке собрали. Но не говорили, что поедем в Чернобыль. Нам просто сказали, вас забирают на переподготовку. Дали нам срок, три дня, подготовиться, все. В четыре часа утра мы, через три дня, в четыре часа утра мы в военкомате собрались. И нас на автобусы мы повезли в Оренбургскую область. Страшно, знаете, в чем было все. Вот вроде бы, когда мы в части находились, соответственно, все это постель, все вытряхивали, приезжали, все. Ну, с собой же везешь и пыль, и все везешь. Здесь вроде бы ничего. А вот уже, когда к станции подъезжаешь, ну, что лепестковый этот давали, он все больно спасет. И начинает поташнивать вот это вот, как бы, тошнота образуется. И уже, а работали там, ну, буквально, если от силы, полчаса больше не работали, потому что нас убирали. Кругом же графит, кругом светится все. Герои, сражавшиеся за жизнь всего мира. Не жалея себя. Они воевали не в боевых условиях, но их подвиги не менее значимы. Будучи молодыми парнями, они даже не знали, куда и насколько уезжают, что их ждет, и какой урон это принесет их здоровью. Работы всего по полчаса в день, но этого времени хватало, чтобы вдоволь отравить свой организм. Неутихающий кашель, вкус железа на языке, рвотные позывы и постоянное желание выпить простой, чистой воды. Работали, вот отсюда, вот так вот, забор, а с той стороны, вот так забор, там станется как распределительное устройство, открытый раз 330 килограмм, вот мы сам работали, и здесь. Вы знали, куда вы едете? Да. Знали. А можно было отказаться? Нет. Отказаться было нельзя. С каждым годом все меньше и меньше свидетелей той страшной аварии апреля 1986 года. Но пока они живы, живая история, которую ежегодно вспоминают на уроках памяти и митингах. И говорят спасибо за жизнь, подаренную ценой собственного здоровья. Светлана Халитова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават». Тем временем к нашим спасателям в честь Дня пожарных в гости приехал Марат Латыпов, начальник главного управления МЧС России по республике Башкортостан. Поздравляю всех Днем пожарной охраны. Какая бы она ни была, советская, частная, какая угодно пожарная охрана, но она пожарная охрана. Она нас объединила, и мы вместе с вами работали, вместе сейчас работаем. Не так давно силами сотрудников 36-й пожарной части здесь была открыта памятная стела героям нашего времени, пожарным и спасателям. Возведена она своими силами, ветеранов и нынешних работников части. Бывший художник у нас работал, и он делал эскиз, мы его вместе согласовали, рассмотрели, нарисовали, потом это в гипсовом варианте, и вот здесь решили, здесь его поставить, посмотрели. Ну, финансирование, конечно, было это наши ребята, которые сейчас работают на гражданке. Это даже могу сказать фамилии, это Волков Владимир Семенович, Евдокимов Леонид Владимирович. Это они вот очень много вложили сюда своих личных средств, чтобы вот это все состоялось. Этот день продолжился как большой праздник на площади перед культурно-досуговым центром Агидель. Для саловатцев спасатели продемонстрировали элементы своей работы, пожарные отработали эвакуацию людей из задымленных помещений. На крыше здания. Приступаю эвакуацию через трехкаленную лестницу. Цель была привить, наверное, скорее всего, подрастающему поколению, да, чтобы уже ребятам познакомить с профессией пожарного, да, показать, что мы можем и как мы это можем, да. То есть, может быть, кто-то вдохновится, и уже, будучи после окончания школы, поступит выше пожарно-технические, ну, университеты. Да, все, молодец. Я увидел, как спасают человека из автомобиля, который был в ДТП. Мне очень понравилось. Я очень хочу стать пожарным и лемчестиком. Праздник удался. На славу. Все довольны. Особенной атмосферы мероприятию добавило выступление творческих коллективов города и полевая кухня. Еще одно памятное событие этой недели. Радоница. День родителей в православном календаре. В этот день считается обязательным посетить кладбище, чтобы помянуть усопших близких и родственников и прибраться на их могилах. Ну, память усопших близких и родных. Наши родственники, наши все мы ходим. Всегда. И молодые, и старые. Он важен, потому что мы, как сегодня, вроде все поминают родителей. Ну, это у каждого в семье по-разному. Но если семья собирается, и за столом поминают, и обязательно посетить нужно могилку умерших родственников своих. Радоница отмечается на девятый день после Пасхи и считается особым временем для поминовения усопших. А 6 мая указом Радио Хабирова также объявлен днем почитания и поминовения. На кладбищах, по традиции, будут организованы субботники. Мусульманское сообщество города отметило Ураза-Байрам – один из двух главных праздников исламского календаря. В этом году в соборной мечети Анаби молились и за воинов спецоперации. Один из самых древних и уважаемых праздников в исламе собрался ловаться в комплексе соборной мечети Анаби. В честь завершения самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан правоверные мусульмане обращаются к Всевышнему с молитвами о здравии ближних, о благополучии, о милости. Просим у тебя защиты от ад и от могильных мур. Просим у тебя, чтобы по милости твоей все вместе рукавом руку мы вошли в рай. Также звучат познавательные проповеди и рассказы об основах ислама. Одним из интересных новшеств, организованных соборной мечетью, стали обращения с поздравлениями и напутствиями на разных языках. Сегодня под сводами Дома поклонения Всевышнему звучали башкирский, татарский, узбекский, таджикский и турецкий языки. Такой шаг укрепляет согласие не только внутри страны, считает Рамиль Хазрат Насыров, но и простирает устремление дружбы за ее пределы. Мы старались затронуть все возрасты, которые от старцев наших верующих и до дошкольников. Почему? Потому что мы показали не только их, но и показали, как с другими нациями проявляет Башкортостан уважение. Когда мы к ним приезжаем, они нас чаем угощают, пловом. А мы не только чаем, пловом угощаем их, а даже с верой делимся. Это самое дорогое стоит, понимаете, да? Мы показали, как должен быть настоящий мусульманин в истинном пути и праведном пути. Конечно же, в непростые для страны времена важной частью общей молитвы стала молитва за бойцов специальной военной операции, защищающих рубежи и интересы нашей Родины. В празднику Роза-Байрам в целом принято желать всех благ ближним. Так верующие поздравляют друг друга знаменитым выражением «Идму-Барак». Важной традицией является выплата специальной милостынем – закат Аль-Фитр. Это могут быть как продукты питания, так и деньги, которые мусульманская община отправляет самым обделенным людям той же местности – больным, бедным, а также тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Свою порцию торжества получили и маленькие прихожане. Они участвовали в викторийных интеллектуальных играх и просто демонстрировали творчество. А затем юные активисты были поощрены заслуженными сладостями и лакомствами. Взрослых же гостей праздника ожидало угощение в виде наваристого плова. Правоверные мусульмане в приподнятом настроении. Впереди продолжение праздника. По традиции верующие надевают лучшие свои наряды, ходят в гости к родственникам, готовят праздничные блюда. Ну как, отмечаем, хорошо, все, семейные у нас. Угощение будем встречать, угощать будем, угощение приготовили, уже выпечку напекли, приедем домой всей семьей и будем праздновать. Особенность уразы Байрама в нынешнем году – это совпадение с днем пятничного намаза, который по канонам ислама выше любого праздника. И в один день все мусульмане, собираясь, делают дуга, мольбу. О, Всевышний, одари нас здоровьем, счастьем, благополучием, верой в душе. И чтоб наши, те ребята, которые находятся на полях сражения, чтоб они вернулись здоровыми, невредимыми и с победой. А потому нынешний праздник вдвойне значимее и наверняка запомнится верующим на долгие годы. В городской картинной галерее начала работу новая выставка. Здесь зрителям была представлена экспозиция из 65 живописных и графических произведений тольяттинских художников – Игоря Панова и Алексея Зуева. За это время они совершили 8 экспедиций. И каждое такое путешествие заканчивалось итоговой выставкой работ, которые они писали во время творческих поездок. Однако, наверное, впервые за 14-летие существования этого проекта он вышел за пределы города Тольятти. И отправился в большое турне по городам России. Картины, которые были созданы во время всех пленеров, уже были представлены в Самаре, Альметьевске, Уфе и Стрельдамаке. Авторы в своих работах смогли передать с натуры красоту и неповторимость северной природы, дух и атмосферу, царящую в этих особых местах. Такие оригинальные структуры природы на Камчатке, такие скалы. Вот здесь вот, когда я зашла, висит картина. Мне так хотелось по этой горке пройти на вершину горы. Что когда смотришь на картины, ты видишь гамму цветов необычную. Потому что мы на Урале таких гор не видим. Ни при закате, ни при восходе. А здесь чувствуется, где солнце встает. Это на востоке, это Сахалин. И вот эти краски, радуги, которые играют в этих картинах, они вдохновляют. Выставка «Северные широты» в картинной галерее продлится до 25 мая. И снова день и час изучения башкирского языка. Слова и выражения на тему программы. Хетеркене – день памяти. Хейкел – памятник. Матурлык – красота. Хетеркене – хейкел. Матурлык. В честь открытия новой аптеки «Здравсити», город Салават, Ленина, 22. Дарим скидку 100 рублей при покупке от 500 рублей. Подробности акции в аптеке «Здравсити», город Салават, улица Ленина, 22. Самые спортивные и активные горожане в возрасте 60 плюс сдают нормы ГТО. И один из популярных видов комплекса среди них – плавание. В этом году в Башкирии реализуется социальный заказ на физкультурно-оздоровительные услуги для граждан старшего поколения. Суть его в том, что пенсионеры, выполнив нормы ГТО на любой знак отличия до 1 мая, получают сертификат на 10 тысяч рублей, который смогут направить на занятия физкультурой. Идет набор нормативов – это наклон, пресс, отжимания, там либо от скамейки, либо от пола и от стульчика, плавание, скандинавская ходьба, смешанное передвижение на километр или на 2 километра. В этом году заявки в данной категории подали 50 человек. Пришли сдавать 34. С заплывом в 25 метров справились хорошо. Были и явные лидеры. Для здоровья, для активной жизни. На пенсию уйти, на диване лежать – это значит ждать 116-й, а если двигаться, то долго можно прожить. Зимой в хоккей немножко играл, на коньках бегал зимой с внуками. Я в любом, в любом, за комбинацию, за город играл. Спорт должен всегда, постоянно в нашей жизни быть. Из него нельзя. Спорт – это движение. Ну мы и так ходим в бассейн. С внуками. Сначала с детьми. Маленькие были, сейчас с внуками. Человек, как говорится, в движении – это уже живое существо. Надо двигаться. Кстати, имена и фамилии обладателей золотых, серебряных и бронзовых значков можно будет узнать уже в первых числах мая. В нашем городе в юбилейный, 15-й раз, прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе в памяти мастера спорта Советского Союза Владимира Федоренко. На ковре состязались юноши до 18 лет в весовых категориях от 42 до 120 килограммов. Соловат открывает 15-й по счету всероссийские соревнования по греко-римской борьбе в памяти нашего прославленного земляка – мастер спорта СССР Владимира Федоренко. На ковре силами померяются 120 юношей до 18 лет из 11 регионов страны. Большая честь, что в 100-летие Министерство спорта Республики Башкортостан проходят такие мероприятия, такие соревнования, которые собирают большое количество регионов и областей в нашем дорогом Башкортостане. Для города это не просто соревнования, это дать памяти, дать памяти великому человеку, великому нашему слову, жителям в озере Ивановича. Перед началом схваток торжественное открытие с участием прославленных гостей. Среди них олимпийский чемпион Алексей Мишин. Именитый спортсмен отметил высокий уровень проведения состязаний в нашем городе и рост популярности спортивной борьбы в Башкортостане. Не зря война ЧПД доложила по цене проведенного чемпионата мира в 2021 году в Уфе, где два представителя Башкортостан стали чемпионом мира. География участников впечатляет. Силами меряются спортсмены из Башкортостана, Татарстана, Челябинска, Оренбургской, Новосибирской областей, Забайкальского, Пермского, Алтайского краев и других регионов страны. Юноши борются за звание лучших в 12 весовых категориях от 42 до 120 килограммов. Своё мастерство продемонстрировали лучшие из лучших. По итогам победителей и призеров наградили медалями и призами. Но главное, по словам самих участников, в том, что они смогли доказать себе, что пришли к победе достойно и заслужили оказаться на пьедестале. Альберт Ваязов греко-римской борьбой занимается с шести лет. Так как этот вид спорта наиболее развит в его городе и знаменит отличным тренерским составом, он решил посвятить себя именно борьбе. Сегодня я занял первое место. К этим соревнованиям готовился на протяжении трёх недель, так как до этого были травмы, порванными низками, колени болят. Ну вот, к этим соревнованиям я подошёл в оптимальной форме, прошёл всех соперников спокойно, по плану. Салават не зря называют городом спорта. Ведь спорт здесь не просто слово. Это и чемпионаты первенством спартакиады. Всё это и многое другое проводится в нашем городе на высшем уровне. Зульфия Саургулова, Альбина Кашапова, Рустам Гайнанов, телекомпания «Слават». Информационная картина недели будет неполной, если мы не скажем о том, что. Детский образцовый хореографический ансамбль «Родничок» громко, синхронно, отточенно отметил свой юбилей. Шесть десятилетий коллектив радует зрителя яркими танцами, создавая мир прекрасного, раскрывая таланты детей, демонстрируя творчество и красоту. Состоялся конкурс новых сказителей башкирского эпоса «Урал-Батыр». В нашем городе состязание проводится уже 20 лет. Ученики начальных классов должны выучить 600 слов, старшие классы – 1000 слов. Такие требования. Славатскую епархию с рабочим визитом посетила председатель регионального отделения общественной организации «Союз православных женщин» в Республике Башкортостан Инга Юмашева. В рамках поездки она побывала в ряде социальных объектов, среди которых психоневрологический интернат, городская больница и роддом. Гости поблагодарила тех, кто, не жалея сил и времени, приходит на помощь нуждающимся. В администрации города прошло торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления. Традиционно в праздничной обстановке за заслуги и высокие достижения в профессиональной деятельности, а также за эффективный и добросовестный труд наградили лучших работников. А затем служащие и виновники торжества отправились в спортивную школу «Алмаз», чтобы принять участие в фестивале ГТО. Более 30 участников решили проверить свою силу, выносливость и готовность к физическим нагрузкам. А что же обещают нам синоптики в целом на 7 дней? По данным Гесметиус, 1 по 7 мая в Салавате почти всю неделю пасмурно, зато по летнему жарко. Температура воздуха днем от 19 и аж до 30 градусов со знаком «плюс», а ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. А в завершении эфира хочу сказать о важном. Однажды немецкая подводная лодка, обнаружив транспорт союзников, везущий в Мурманск топливо, боеприпасы, военную технику и танки, всплыла в надводное положение и практически в упор пустила в корабль торпеду. Огромная взрывная волна оторвала и подняла в воздух стоящий на палубе танки. Два танка упали на субмарину, которая тут же затонула. Это случилось во время Великой Отечественной войны. Увидимся ровно через 7 дней. Берегите себя и тех, кто рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова